Среди вопросов, которые волновали участников большой ежегодной пресс-конференции губернатора, была массовая вакцинация. Надо отметить, что эта тема волнует население всех возрастов. Глава региона рассказал о том, как будет проходить прививочная кампания, а также ответил на вопрос волнующий молодежь, готов ли сам он привиться. На сегодняшний день в Турской области получили прививку чуть более 600 человек. Последняя партия препарата «Спутник В-700 ДОС» была поставлена в регион в середине декабря. В первую очередь прививку получили медики, педагоги, соцсработники и те, кто ввиду профессии, находятся в группе риска. Мы неоднократно проводили опросы жителей Твери, спрашивали, готовы ли они привиться. Большинство ответили положительно. Потому вакцинация населения от COVID-19 обещает быть поистине масштабной. Сегодня мы уже, как вы говорите, запланировали, попросили у Минздрава 50 тысяч вакцин, которую предварительно Минздрав для нас зарезервировал. И по мере расходования нашей вакцины мы будем получать следующие партии для вакцинации. Мы закупили холодильники, которые обеспечивают температуру до минус 36, соответственно, плюс транспортировки, вот эти вот боксы. Пока прививают препаратом «Спутник В-100» для активации старшего поколения ждут эпиваккорону. Собственно, возраст 60 плюс и меньше 18, а еще беременность и период обострения хронических заболеваний являются противопоказаниями. Для всех остальных прививка – это надежная профилактика. Возможность вакцинации интересует и молодежь. На пресс-конференции по видеосвязи студенты тоже захотели задать вопрос главе региона именно по этой теме. Планируют ли губернатор показать пример и сам сделать прививку от коронавирусной инфекции? Ответ не заставил себя ждать. Глава региона отметил, что прививку он уже испытал на себе. Собственно, я по самым ощущениям принес нормально. Мои коллеги тоже делали. И на сегодняшний день, когда рассказываем о том, что это за прививка, как ее делают, все это, конечно, мы испытали на себе. И сегодня можем об этом говорить, что все работает. Наша наука, как и всегда, на высоте. Просто наш скептицизм народный, он периодически сбивает людей с какой-то, так сказать, определенной, наверное, милиционной готовности довериться профессионалам. Исследования российских ученых также показали, что вакцина «Спутник В» работает эффективно. Врачи, работающие в красной зоне, которые одними из первых вакцинировались, отмечают, что прививка должна сократить количество случаев заболевания, особенно тяжелых. Мы работаем с пациентами новой коронавирусной инфекции. Ну, как она появилась, первый пациент поступил 10 апреля. И мы видим, как тяжело она протекает, к сожалению, и что эта болезнь новая для нас. Сейчас, конечно, очень важно остановить эпидемию. Один из способов остановки эпидемии – это появление коллективного иммунитета. Поставки «Спутника» в Эфторскую область ожидаются в декабре 2020 года и январе-феврале 2021 года. Планируется, что в день смогут привить до 1000 человек. Пока один прививочный кабинет обслуживает от 20 до 50 человек. На территории города Твери и Тверской области развернуто 4 прививочных пункта. В Твери – это прививочные кабинеты на базе городских больниц номер 1, номер 7 и больницы скорой медицинской помощи. В Тверской области функционирует прививочный кабинет на базе Вышневолодской центральной районной больницы. Тверская область готова к проведению массовой вакцинации. Будут открываться новые прививочные кабинеты для того, чтобы охватить как можно большее количество населения. Всего с самого начала прививочной кампании в регион поступило 1142 дозы вакцины. Среди тех, кто тот самый народный скептицизм отбросил в сторону и решился на вакцинацию – сотрудники СМИ. В числе первых привитых журналистов – корреспондент одного из тверских изданий. Он получил прививку еще осенью. А в декабре привилась корреспондент и ведущая нашего телеканала Валерия Королева. Все получившие вакцину отмечают, что побочные явления, если и были, то легкие и прошли быстро. Сегодня привиты чувствуют себя хорошо. Напомним, что вакцина «Спутник В» двухкомпонентная, вводится дважды с интервалом в 21 день. Иммунитет формируется к 42 дню после первой инъекции.